Как играть в игры из Play Market на компьютере или игры, которые у вас на Android могут быть, но вы хотите поиграть в них на ПК. Возможно, там будет лучше управление, лучше графика и так далее, ну или просто ваш Android слишком слабый, чтобы потянуть какие-то классные, большие, крутые проекты игровые. Так что давайте посмотрим, как это сделать. Смотрите, в общем, этот ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали. И в общем, ребята, для этого вам нужно будет скачать один из возможных эмуляторов, которые представлены на этом сайте. Кстати, ссылка, ребят, на этот сайт, где вы можете скачать различные эмуляторы Android будет в описании, поэтому, ребят, заходите и скачивайте. Вот, собственно, этот сайт, здесь, в принципе, также написана инструкция, как все установить, но я думаю, она особо даже не нужна, если вы более-менее шарите, так сказать, в интернетиках в установке программы. Но, тем не менее, для кого-то это, возможно, будет даже очень необходимо. Поэтому, вот здесь, допустим, если вы хотите установить BlueStacks, то, пожалуйста, все есть, ребята. Здесь представлено три эмулятора, это BlueStacks, я не знаю, насколько правильно, конечно, я называю, простите, людей, которые прям шарят в английском языке. Но, кстати, классный эмулятор. Между прочим, с помощью этого эмулятора, вернее, даже на нем можно создавать различные моды для Shadow of V2, для нашей любимой Shadow of V2, потому что можно легко, в пару кликов, буквально, получить рут права, это прям очень круто. А вот эмулятор Memo, честно говоря, я такой еще эмулятор не видел, я думаю, тоже достаточно интересно, но оценка у него чуточку ниже, чуточку ниже. И давайте, ребята, рассмотрим какой-нибудь один из эмуляторов, который представлен, собственно говоря, на этом сайте. Итак, друзья, мне хочется рассмотреть эмулятор, который больше всего мне нравится из представленных, это Nox. Нажимаем, собственно, скачать, все очень просто. Итак, друзья, на этом сайте, собственно, представлена инструкция, как, соответственно, скачать, как настроить, как установить эмулятор Nox или BlueStacks, в общем, какой вы выберете. Но я выбираю Nox, он мне больше нравится, потому что можно просто рут права в один клик, буквально в два кликалки сделать, и это классно, мы можем тогда делать там моды для Shadow of V2. В общем, скачивать, что мы уже сделали, собственно, если не нужно дополнительное ПО, можно отключить его установку на этом этапе. Собственно, здесь все написано и понятно. Естественно, вы также нажимаете галочку «Я знакомлюсь с поликой коэффициальности», и дальше уже дожидаемся конца установки. Также на этом сайте представлено, как установить эмулятор MEMU. Собственно, вот все понятно, думаю, я думаю, вы без проблем разберетесь. А теперь давайте уже перейдем к эмулятору Nox и немножечко его там и рассмотрим, как говорится. Итак, друзья, вот я, собственно говоря, запустил эмулятор Nox. Здесь у меня Android 4, в принципе, можно Android здесь тоже менять, можно прям почти самый-самый свежий использовать, но там тоже как бы возможны варианты. Можно постарше, можно помоложе, в общем, различные варианты возможны. Нажимаете на вот эту вот шестереночку, и здесь root-провод основные просто, оп, галочку, это уже, ну, у вас она, наверное, будет не поставлена. Если вы еще не поставили root-провод, далее ставите, сохраните изменения, и все, друзья, у вас есть также root-провод, и вы, соответственно, можете изменять различные файлы на эмуляторе, на компе. Это очень удобно, нежели на Android, там буквально с лупой сидеть. Вот, друзья, это прям выглядит реально как Android, это очень круто и даже забавно. Можем, например, отключить Wi-Fi, то есть у нас не будет интернета якобы на нашем таком вот импровизированном рабочем столе под Android, но уже на ПК. Но это нужно для того, чтобы делать моды, допустим, на Android, и я, короче, таким как раз-таки образом и пользуюсь. Итак, друзья, вот мы, собственно говоря, и в Shadow Fight 2, давненько я сюда, конечно, не заходил. Короче, мы здесь всякие моды делали, у нас тут сразу почему-то ученик выскакивает, мы должны с ними сразу подраться. Воу-воу-воу-воу, братан, полегче, полегче, полегче. Ладно, короче, давайте игрушку уже достанем, потому что ученик нам не даст спокойно доснять этот ролик, он очень активный, так сказать. Так, ну, собственно, давайте посмотрим, какие у нас тут моды есть или нет, я уже даже не помню. Ну, вот, друзья, собственно, мы и, так сказать, уже в боях в Shadow Fight 2, а именно, мы можем здесь уже поиграть, допустим, с Титаном, и это все, ребята, на ПК. Shadow Fight 2 на ПК, вот это, ребят, как работает. В общем, ссылка на сайт, где вы можете скачать, собственно, эти эмуляторы, есть в описании, обязательно заходите, попробуйте, потестите. Там есть различные эмуляторы, возможно, те эмуляторы, которые вы еще не пробовали, возможно, они даже будут лучше. Так, собственно, мы можем сейчас сразу пометиться с Титаном, это забавно, друзья, это реально забавно. Короче, нас Титан, скорее всего, сейчас изнасилует прям по полной, по полной. Да, он, блин, ребят, я, походу, не то оружие, я явно не то оружие выбрал для битвы с Титаном. Но, что поделать, друзья, что поделать, видимо, Титан здесь будет на нас круче. Как-то так, как-то так. Давайте попробуем хотя бы еще один раунд и как-то с ним сразиться, может кто-то получится этого. Давай, файт, пожалуйста, братан, может быть, кто-то как-то... Нет, получится, не получится. Вау. Что-то прям... О, yes. Так, а если... Вот, я чувствую эти вот звуки, ребят. Пятнадцатый год, пятнадцатый год, ребята, да, это было шедеврально. Что-то немножко у нас застрял, но это просто баги самой игры. В принципе, игра, ребят, смотрите, она нормальная где-то, она реально здесь нормальная. Ее, как будто даже здесь больше нравится играть именно на эмуляторах. У кого-то, возможно, совсем слабенький Android, и он хочет нормально покайфовать. Ну, или, допустим, у вас не Android, а у вас какой-нибудь iOS, Windows Phone какой-нибудь, да? И вы хотите поиграть в Android игры на ПК, вот, пожалуйста, решение. Все отлично работает. Так, давай сюда. Допустим, хочу я магию хоть использовать. А, надо, короче, вот так, пусть не так нажать. Можно все это настроить идеально, чтобы у вас все работало, знаете, до всяких таблов. То есть, все настраивается абсолютно. Сейчас я буквально покажу вам. Так, вот, пожалуйста, вы можете все настроить. Вот у меня здесь какая-то запятая, что ли, или что такое. Ну, типа, вот у меня, в принципе, более-менее все настроено, как бы, уже получать. А, так, это нам не надо. Так, это нам нужно просто закрыть, и все. Ну, вот, собственно, ребята, и все, что я вам хотел рассказать. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Если так, то почему бы не поставить лайк, подписаться на канал, друзьям рассказать, колокольчик, нажать, чтобы быть в курсе новых видосов на этом канале. Обязательно, ребята, заходите на этот сайт. Ссылка, ребята, есть в описании, также в закрепленном комментарии. Заходите, скачивайте, пробуйте. Надеюсь, это вам было полезно. С вами был Макс Шубин. Канал от реально интересно. Всем удачи, всем до скорой встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok.